Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, испанский живописец Мариано Фортуни. Данных очень немного, но все что есть. Его короткая карьера охватывала работы на различные темы, распространенные в искусстве того периода, включая романтическое увлечение ориенталистскими темами, жанровую живопись в стиле историцизма, военную живопись испанской калориальной экспансии, а также предусмотрительное ослабление мазка, кисти и цвета, так написано в википедии. Родился он 11 июня 1838 года в Реусе, недалеко от Драгона, Каталония. Его отец умер, когда он был младенцем, а мать, когда ему было 12. Таким образом, Марио воспитывал его детство, которое научило его делать войсковые фигурки. В возрасте 9 лет на публичном конкурсе в своем городе местный художник, учитель и меценат Доминек Сабирано призвал продолжить обучение. В возрасте 14 лет он переехал в Барселону со своим дедом. Скульптор Доминик Таларн обеспечил ему пенсию, позволяющую посещать провинциальную школу изящных искусств в Эсколе. Учился у Клауди Лоренце и Пао Мила, а в марте 1857 года получил стипендию, который давал ему право на два года обучения в Риме, начиная с 1858 года. Там он изучал рисунок вместе с Партанеллом и Рикардо де Мадраза в академии Гиджи. В 1859 правительство провинции Барселона призвал его изобразить компанию испано-марокканской войны. Он отправился в Марокко с февраля по апрель того же года, делая в зарисовке пейзажей и сражений, которые он показывал в Мадриде и Барселоне, когда вернулся. Позже эти наброски послужили ему предварительными для его фундаментального произведения битвы при Титуане. Национальный музей искусств Каталонии. В 1870 художник с его семья переехала в Гранаду. После прибытия в Гранаду Фортуни почувствовал себя обязанным осесть там и работать. Они прибыли летом 1870, оставались до осени 1872. Согласно нескольким его биографам, Фортуни основал ателье, известное как Estudio de los Martínez в Гранаде. Со времен Веласкеса в Испании и по всей Европе существовала традиция увековечивать битвы и победы красками. Основываясь на своем опыте, Фортуни получил заказ от Совета провинции Барселона написать большую диораму на холсте, изображающую захват лагерей Мулей-эль-Аббас и Мулей-эль-Хамед испанской армии. Большое влияние на это путешествие оказало на Фортуни его последующее увлечение экзотическими сюжетами мира Марокко, рисование как отдельных людей, так и воображаемых придворных сцен. Он посетил Париж в 1868 и вскоре после этого женился на Сесилии де Мадразо, дочери Федерико де Мадразо, который впоследствии стал куратором музея Прадо в Мадриде. Сесилия была сестрой друга Фортуни, художника-востыковеда Рикардо де Мадразо, который ранее сопровожал Фортуни в путешествиях по Европе. У Фортунии Сесилии родился сын Мариана Фортунии Мадразо, который стал известным дизайнером одежды и габилетов. За очередным визитом в Париж в 1870 году последовало двухлетнее пребывание в Гранаде, но затем он вернулся в Рим, где довольно скоропостижно скончался 21 ноября 1874 года от приступа лихорадки или малярии, подхваченной во время рисования на плейнере в Неаполе и партичи летом 1874 года. После смерти его Шурин Рикардо де Мадразо позаботился о студии, составил каталог его работ и организовал аукцион в отеле Друу. Картины Фортунии красочны с живым переливчатым мазком, которые временами напоминают мягкость живописи Рококо, но также предвосхищают манеру письма импрессионистов. Как я уже сказал, он умер в 1874 году в возрасте 36 лет в Риме. Ну вот так вкратце о испанском живописце Мариана Жозе Мария Бернадо, Фортунии у Марсал. Все, пока-пока, до свидания, смотрим работы. Мариана Жозе Мария Бернадо 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 Мариана Жозе Мария Бернадо